Я не терплю тех, кто пишет о войне с чужих рассказов. Хочешь жить, дерись насмерть. Знаете ли вы, что такое любовь? Знаю. До войны я тоже считал, что знаю. Я любил женщину, я испытал страсть, но это ничто в сравнении с любовью, которая возникает в бою. На войне в бою рождается самая сильная любовь и самая сильная ненависть, о которой люди этого не пережившие не имеют представления. Рабочая грязь не грязная. Воин идет в бой не умирать, а уничтожать урага. Солдат идет в бой не умирать, а жить. Вы не знаете, как дерутся, борются два чувства – страх и совесть. Самые свирепые звери не способны так жестоко бороться, как эти два чувства. Вам известна совесть труженика, совесть мужа, но вы не знаете совести солдата. Жестокая правда войны не в слове «умри», а в слове «убей». Неужели воля к жизни, инстинкт сохранения жизни, могучий первородный двигатель, свойственный всему живому, проявляется только в бегстве? Разве он же, этот самый инстинкт, не разворачивается вовсю, не действует с бешеной яростью и мощью, когда живое существо борется, дерется, царапается, кусается в смертельной схватке, защищается и нападает? Но кто не испытал радости победы над врагом, радости боевого подвига, тот не знает, что такое самая сильная, самая жгучая радость. В бою в человеке борются две силы – сознание долга и инстинкт самосохранения. Вам кажется, что вы проситесь на самое трудное – стрелять? нет, товарищ Мурин, самое трудное, самое тяжелое в армии – подчиняться. Человек счастлив там, где ему верят, где его любят. Отступление – это не бегство, это один из самых сложных видов боя, не каждый умеет отступать. Хлопнул дверью – не открывай, подарил – не отнимай. Смех – это самое серьезное на фронте. На войне я прочел книгу, написанную не чернилами, а кровью. После такой книги мне невыносимы сочинения. Самое грозное оружие в бою – душа солдата. А на войне, как известно, доказательства не те, что в логике или в математике. На войне доказывают кровью. Случается, что беспорядок – это и есть новый порядок. Равенство существует, но не в той форме, которая нравится людям. Оно диалектично, как и все в природе. Оно есть и его нет. Как нет подобия, ибо даже отпечатки пальцев, по мнению криминалистов, никогда не совпадают. Люди не могут быть подобны, а следовательно и равны. Но они всегда будут равно подвержены страданиям, как кесарь, так и раб, в поте лица добывающий динарий. Не все ли равно, сколько времени уклоняться от смерти, которой, в конце концов, все-таки не избегнешь? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...